Время, когда он был совсем молодым бойцом, я уже не особо помню, потому что соперников было так много, и сам я в то время выступал. Но первый бой, который он провел в Бреде, в своем голландском стиле, я помню достаточно хорошо. Он бился против достаточно сильного парня, а сам был просто каким-то мелким пацаном из ниоткуда. В общем, да, это был тяжелый бой. Чем закончилось? Он выиграл титул, и все были шокированы, кто это? Он был просто мелким пацаном, и выиграл у бойца, не помню его имя, Ранкинсон. Это был отличный бой. И потом, естественно, все закрутилось. Он получал все более громкие-громкие бои. Даже на бою в Амстердаме случился прикол. Он выступал на встрече Голландии и Таиланда против Намфона. Так вот, он побил парня, ему дали пояс, но тайцы не хотели отдавать его ему. В раздевалке он передал пояс мне, и я спрятал его под футболку. И потом сел в зрительном зале. Потом они искали этот пояс, и он сказал, что его при нем нет. Так что даже победив, они не давали пояс моему брату, хотя он был его по праву. Он всегда смеялся, вспоминая про это. Сам был очень правильный парень, а я в свою очередь всегда крутился. Да, было круто. Вы привезли пояс домой? Да, это ведь был его пояс. Я говорил, ты же выиграл этот пояс, зачем тебе его отдавать обратно? А он всегда отвечал так, ну да, ну ведь... Фига подобного, это твой пояс. Так что я спрятал его, и, конечно, он был очень рад, что я сделал это, ведь сам он никогда бы такого не сделал. А я сделал это для него, так что... Ты выиграл титул, значит, это твой пояс. И потом он выиграл титул на их земле, потому что это было его привилегией после трибюта против Намфона, в котором он победил. Затем он выиграл титул в Таиланде. Да, было жестко. Перевод и озвучка специально для mmaboxing.ru. Присоединяйтесь.